Продолжите фразу. Владикавказ — это... Твои огни горят в глазах у нас, мы твой покой сумеем сохранить. Спи, мой город, отдыхай. Весне радости мечтать. Настанет время, час пробьем, при счастье снова к нам придет. Спасибо большое. Я сам от себя не ожидал, на самом деле, что я тут... У меня вот так раз произойдет. Откуда знаете эту песню? А, были у меня друзья, есть остаются, которые постоянно ее ставили давно в моем детстве. Просто с Владикавказом и Кабардино-Балкарией, мне кажется, очень много хорошего связано. Потому что, в принципе, я тут жил в Кабарде, и всегда мне было приятно осознавать и понимать, что те же самые русские кабардинцы и кабардинцы с осетинами общаются невероятно тепло и хорошо. И мне это всегда льстило, радовало, и я этим даже гордился, потому что у меня было очень много хороших подруг и друзей, да, осетин, поэтому мне всегда было приятно это осознавать. Но мне кажется, что осетины, они максимально уважительны. Уважают чужое пространство, да? Наверное, такой стук сначала в тебе, в дверь, да, образно выражаясь метафорами, вот, пока человек не скажет «да», он как бы не зайдет тебе в душу без спроса. Вот мне кажется, кажется, так. Вот когда вы говорили о Северной Осетии, о Кабарде, на Балкарии, Кавказ в вашей жизни, какую-нибудь роль сыграл, вот если бы вы родились в другом месте, как вы думаете, вы были бы другими? Желание там, старание выслушать там до кого-то. Если бы, наверное, не жил в республике, я жил в мегаполисе, может быть, я был бы хитрее, более, так скажем, мобильнее в каких-то своих высказываниях, лицемерии, может быть, каком-то, который, в принципе, помогает жить человеку, как ни странно. Вот, поэтому мне, в принципе, хорошо вот так, в моей капсуле, в которой я сейчас нахожусь. А об красоте стенских девушек ходят легенды. Легенды ходят, и не так. Как вы считаете, на самом деле это правда, ваше мнение по этому поводу? Ну, наверное, если бы это было не так, я бы, наверное, в первый, так скажем, серьезный, в свой 15-16-летний возраст не влюбился в осетинку, наверное, это было бы так. Горожане, в общем, счастья вам всем, будьте удачливы, и встречаться надо. Владикавказ – это город-герой. Город-герой, республика Осетия. Мы наслышаны, что, несмотря на то, что население не очень большое, большой процент героев, и считаю, что этим можно гордиться. Ну, еще хочется сказать, что Владикавказ для нас – это осетинские пироги. Да, мы сегодня были просто в восторге. А вообще, конечно, я считаю, что Владикавказу есть чем гордиться. У вас все мужчины абсолютно смелые, гордые, и, мне кажется, вашим женщинам абсолютно повезло. И красивые все, очень красивые. Глаз радуется. Что бы вы могли пожелать Владикавказу в его праздник? Ну, город, ну, вообще местность, да, возьмем природу, очень, на мой взгляд, прекрасная. Воздух потрясающий, спать все время хочется. То есть мы не можем надышаться после нашей Москвы. Хочется пожелать еще больше зелени, самой прекрасной погоды, самой солнечной, мира в доме, счастья, радости. Вот чего-то такого житейского, обычного, то, что нам всем очень нужно. А еще хочется сказать, что сегодня очень часто молодые люди хотят уехать в своего родного города, может, какой-то более большой, более такой мегаполис, да, чтобы как-то развиваться. Мне кажется, что в Владикавказе есть абсолютно все, и не надо никуда выезжать. Здесь нужно просто здесь как раз расти и делать так, что Владикавказ был действительно город, которым говорили люди и хотели приезжать к вам сюда. Поэтому, в общем, удачи, процветания и всего-всего. Спасибо большое за то, что вы пришли на наш концерт, и за то, что вы пришли на саундчек, и были такими теплыми. То есть, поверьте, очень мало таких концертов, когда ты приходишь, и люди уже сразу расположены, и тебя принимают. Спасибо за гостеприимство. Нам действительно от всего сердца, нам очень приятно быть в вас. Да, и зовите нас, пожалуйста, еще, потому что мы просто в восторге, и мы хотим быть здесь как можно чаще. Владикавказ – это мой дом. Это этим все сказано. Это то, где мое сердце, где моя душа. И сегодня потрясающий праздник, день города. Я просто в восторге от того, что у меня получилось. Есть такая возможность выступать сегодня с такими именитыми исполнителями, как и российской эстрады в целом, так и нашей местной. Я слышал, что наши местные звезды тоже поют, очень талантливые ребята. И я надеюсь, что сегодня зажгем. Вся Осетия за тебя голосовала. Спасибо. Так как они активны. Что бы ты хотел сказать тем людям, которые смотрели передачи, которые голосовали за тебя, не жалели времени, силы, силы? Ну, мне кажется, что что бы я сейчас ни сказал, это будет мало того, чего они реально достойны. Потому что та поддержка и то, что они делали, это бесценно. И отвечу я им только своим творчеством, своими выступлениями. И скоро готовится мега-проект, и скоро все будут свидетелями его, не только в Северной Сети. Так что спасибо всем болельщикам. Вот эти звуки, эти голоса – это для меня выше всего. Хочется сказать огромное спасибо, помимо моим болельщикам и всем тем, кто голосовал, поддерживал администрацию местного самоуправления за вот такой концерт. Это вообще просто мега-шоу. Хочется отдельно попугать Сергею Шамильевичу Дзантьева за то, что вот такое шоу организовал, такой праздник для жителей Владикавказа. Это очень круто. Спасибо администрации местного самоуправления за то, что вообще организуется вот такое.